Игра получилась напряженная, очень тяжелая для нас, конечно, соперник, но все мы понимаем, что самый сильный состав, уже наигранный состав, и лучшие игроки собраны в этой команде, которые соответствуют уровню Лиги чемпионов, надо откровенно сказать. Но, на мой взгляд, конечно, это может быть не совсем так, что совсем объективно, но, на мой взгляд, исход должен был быть более ничейный. Но, к сожалению, мы уступили, но мне не стыдно за так, как команда играла, так, как ребята проявляли себя, стремились уйти от поражения, стремились выиграть, и, несмотря на то, что забили, не стали садиться в оборону, отбиваться, все-таки стремились вырвать победу. Ну, а остальное вы сами видите. У кого есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Пожалуйста. А ну. Здравствуйте. Здравствуйте. Я рада у вас, да, хорошая команда нормальная. И очень рада. Да, всегда тачкенские люди делают. Это ничего. Почему он давно живет? Дорога живет. Как-то не очень играет. Ну, на самом деле. Брат Матвы есть, правда, в крае. За него шок. Восемьдесят... Вот это, Диганя. И хорошо играет, да? Мы видим там. Значит, почему шок? Вот это... Это тоже хорошо играл раньше, молодой человек. Почему молодой игрок? Почему это... Брат Матвы и Попру Махмутовы и Пьерны? В основном составе не играют. Ну... Вы мне задаете вопрос. Мы рассматриваем. Значит, я как тренер считаю, во-первых, Мир Ахматов слева играет. Но он только может слева играть. Слева учи. Он играет только слева в защите. Все. На одной позиции. Ахимов Доворон играет справа. Мог Абилов на этой позиции играть. Вчера он попал... Ну, получил травму. Даже в заявку не попал. Число восемнадцать. Вот. С нападающими... Ну, есть проблемы определенные. Вы сами это видите. Вот. Я думаю, не только у нас. Проблема вообще в Узбекистане с нападающими. Это сказывается на игре сборной, когда нужно играть в очень серьезных матчах. Не хватает квалифицированных нападающих. На таком уровне, ну, надо откровенно сказать, у нас единицы нападающих, которые могут решить исход матча. Нет, все равно, все равно, как бы, у нас нет нападающих, да? Все равно приезжают или что-то ничья. Мы в тренировках смотрим, наблюдаем, как кто работает, в каком состоянии на сегодняшний день. Еще есть вопросы? Да, есть вопросы. Поза. Понятно, да? В общем, сегодня устраивает игра легионеров, в общем, и это надо много внимания надо молодым местным футболистам, как общий тренер. Значит, ну, во-первых, я сейчас не хотел бы делить, что легионеры, их игра или местных ребят. Есть команда. Для меня не имеет значения, легионер он, или молодой, или местный, не местный. Все зависит, в каком состоянии игрок и насколько он реально сегодня может решать те задачи, чтобы выходить вот здесь, на этом стадионе или на выезде и соответствовать уровню Набахора. Кто-то чуть лучше соответует, кто совсем не соответствует, те не попадают ни в число 18, ни в стартовый состав не попадают. А уже замены делаются по ходу матча. Если бы Исакзянов не попросил замену, значит, и Исакзянова мы бы не поменяли, потому что, как бы ни было, он может обострить впереди, хотя он не нападающий. Но пришлось вынужденную замену делать. А я не бы хотел делить, что легионеры соответствуют, не соответствуют. Все, кто в команде есть, значит, они в какой-то степени проявляют себя, те, кто выходят на поле. И последний вопрос, у кого-то есть. Два вопроса, пять тысяч. Да, до свидания. У меня два вопроса. Это первый вопрос. Почему? Вот они легионеры, легионеры, но все разные понятия. Легионеры выходят на шестерплимазь на замену пола. Это первый вопрос. Второй вопрос. Сегодня на обохоле, опять, чего не хватило для победы? Какие факты? Ну, раз проиграли, правильно, вы задали вопрос, значит, не хватило. Ну, не хватило. И, я думаю, мастерства не хватило, где-то в ладнокровии. Ну, в остальном, значит, в каких-то моментах они более удачливы были. В каких-то моментах. Нам, может, не повезло, какие-то моменты. Не настолько много было моментов, чтобы ребята там так уступили, допустим, как Алмалык, там, или, чтобы нам набросали. Ну, все понемножку. Раз мы проиграли, значит, не хватило много. То, какие ошибки и в чем большие эти причины, мы разберем в спокойной обстановке. И Тащичи про Тащичи тоже спрашивают, почему он вот на замену. Ну, замена делается по необходимости. Игра так складывалась. Тащич вышел, вошел в игру, уже готовился, чтобы сменить позицию Ахмедова. Усилить центральную зону, усилить давление. Даже потом уже пришлось и голбана выпускать туда вперед. А утикадина чуть-чуть опустить, потому что голбан, у него есть навык. Он может забить гол там вверху побороться. И там штрафной может использовать в момент. Это был последний вопрос. Продолжение следует...